Вдоль берега моря, я вам покажу несколько прудов, там тоже кибуц находится, Ган Михаэль, он называется, вот они рыбу пресноводную разводят, в общем, вот такие вот кибуц у нас есть. Ну, а вот справа от нас это уже не кибуц, это обычное простое сельскохозяйственное поселение или кооператив сельскохозяйственный, Хавацалита Шарон называется, или Шаронская Лиля. И у нас, собственно, все сельскохозяйство держится на таких кооперативах и на кибуцах. И вот иногда удивительно, но не совсем люди понимают, что Израиль это аграрная страна. Известен, конечно, Израиль своими компьютерами, своими технологиями, хай-тековские изобретения по всему миру гремят. Страна стартапов, наверное, только Израиль уступает Соединенным Штатам Америки по количеству стартапов, каждый день они тут появляются, и за миллиарды долларов их потом гигантов каким-то компьютерным продают. Это все-таки аграрная страна. И вот этот очень важный сектор в нашей экономике, сельское хозяйство, дает оборот в течение года полтора миллиарда долларов. Гигантская просто цифра. И вот часто мне на экскурсии говорят, знаем, видели вашу картошку, морковку, овощи, фрукты, салаты какие-то. Вот все это в приморской низменности выращивать. Как я уже вам говорил, земля здесь очень-очень плодородная, но для орошения требуется, конечно, очень много воды. И для орошения стали использовать совсем недавно очищенные промышленные и бытовые источные воды. Очищают их практически до идеального состояния, и по большим трубопроводам это все уже поступает на поля. Иногда вот...